На сегодняшний день, вот даже вчера мы разговаривали, психологов, сколько, Субханаллах, психологов, Субханаллах, там под соусом ислама, исламский психолог. Вроде такого не было раньше. Деньги хорошие зарабатывают они. Психолог исламский, потом там человек, знаете, женщина, сейчас очень много женщины. Вчера мы разговаривали, такое слово есть, абьюзер. Я недавно только его слышал, даже такого не было. Что вот женщина обижена на мужчину и так далее, он абьюзер этой, женщины и другие идут, конфликт с мужем, все ей рассказывает, ей много деньги. Она еще, а эта женщина сама разведенная. Машаллах, ты такая умная, учишь людей, своих сестер, как правильно обращаться с мужем, как его слушать. А ты что саморазведенная-то? Почему ты ушла от него своего мужа? Или человек обучает за деньги, как правильно в исламе, как правильно в исламе отношения между мужем и женой и детьми. Сам смотрю, говорю, он сам неженатый. Как ты можешь понять отношения эти между мужем и женой? Ты это не прочувствовал, вот эти вещи. И ты обучаешь, люди им верят, деньги несут и так далее. У нас же в Коране все не есть. Валлах, и мои братья, эти психологи к нам, к мамам приходят сюда, говорят, так запутались, дайте наставление. Вот как? Вы же психологи. Поэтому вот эти психологи, вот эти вот все, они, знаете, это, я всегда говорю, это не нужно обращаться к таким психологам, а давать им деньги. И сколько на сегодняшний день страдают семьи? Ко мне сколько мужья приходят и говорят, скажите моей жене, чтобы она к психологам не ходила. Мы только меримся после ссоры, она пойдет к психологу, и я потом опять начинаю свои права качать какие-то, что-то делать и так далее. Неужели ты, сестра, у тебя нету, не читаешь Кур'ан, самая лучшая психология твоего Господа? Неужели ты не читаешь хадисы пророка Мухаммада, что тебя обучает психолог? Я говорю, вот мы сейчас сидим втроем, и кто-то из нас скажет, сегодня жарко, правильно? Сегодня жаркая погода. Другой скажет, сегодня холодно. Третий говорит, нормально. Вот мы три человека, у нас три мнения. А кого нам слушать? Это психолог, ты слушаешь его разом, а ты слушаешь, что Аллах, с высшей семьи небесных, послал. Он сказал, Кур'ан, и в этом Кур'ане наши с вами инструкции жизни, как правильно жить, что нам нужно для счастливой жизни, субханаллах. Вот психология, вот Кур'ан перед тобой. Читай Кур'ан, и все проблемы решаются. Посмотри, как посланник Аллаха, саллаху алейсалям, относился к своей жене. Посмотри, как жены слушались, относились к пророку Мухаммада, саллаху алейсалям. Вот это бери. Зачем ты слушаешь какой-то разум, и еще за это деньги даешь? Поэтому то, что на сегодняшний день люди не хотят заработать своими руками, а только какими-то вот этими, как правильно называют, вот этими лекциями за деньги, по психологии, по этому, какие-то философиями. Это все, знаешь, откуда пришло? Это философы, греческие философы, которые возвеличивали разум, сказали, можно только разуму зарабатывать, а руками ничего не нужно делать, не нужно ничего делать. Вот от них это пришло. Спасибо. Спасибо. Спасибо.